Число больных астмой людей растет во всем мире. Для того, чтобы контролировать эту болезнь, под эгидой ВОЗ была разработана глобальная стратегия контроля аллергических воспалений – джина. Ее пересматривают и дополняют каждые 2-3 года. По ней работают во всем мире – и в США, и в странах Африки. На основе джина в России разработали национальную программу, по которой и работают наши специалисты. По мере накопления знаний стало понятно, что это одно и то же аллергическое воспаление, но с очень разными фенотипическими индивидуальными проявлениями. Астма у мальчиков, астма у девочек, астма и ожирение, астма и диабет, пульсовая бронхиальная астма, астма физического усилия, астма у часто болеющих, инфекционно-зависимая бронхиальная астма, возрастная астма, профессиональная астма. У больных астмой возникают стойкие дыхательные обструкции, которые не снимаются без применения специальных средств. Сдавливающие боли в груди, одышка, свист в легких, ночной сухой кашель, затрудненности выдоха. Эта болезнь не лечится, но при раннем выявлении ее можно хорошо контролировать. Важно вычислить то, что запускает приступы и устранить триггерный механизм. Но причина 15% от всех астм остается непонятной. Хорошо в борьбе с астмой помогают занятия музыка. Занимаются хором, занимаются боевыми искусствами. Все, что с дыхательными упражнениями, очень идет. Очень идет для наших астматиков. Плавание, спортивная гимнастика, да все, что угодно. С конца 90-х Марина Юрьевна ведет астмашколу, проводит лекции для родителей. В рамках индивидуальных занятий она учит детей, как контролировать болезнь. С помощью этого самоконтроля можно менять уровень базисной терапии. Подход к каждому пациенту индивидуальный. Если ребенок справляется на негормональной терапии, контролируемое течение, без частых обострений, значит мы не будем использовать гормональную терапию. У нас идут другие средства для базисной терапии прикрытия. Если же ребенок не справляется, то мы начинаем базисную терапию и не обязательно на два года. Сегодня астма – это не приговор. Соблюдая все рекомендации медиков, человек может жить полноценной жизнью. Если в 90-е годы этот диагноз практически закрывал двери в профессиональный спорт, то сейчас астматики занимают призовые места на различных мировых чемпионатах. Диагноз – астма. Есть у футболиста Дэйв Дебекхэма, четырехкратного победителя Тур-де-Франс велогонщика Криса Фрума, двукратного олимпийского чемпиона, пловца Томаса Долана и других.